Те же, кто готов слушать других, те, кто готов отвечать с любовью на их запросы, те готовы будут нас услышать по смерти. Поэтому не случайно многие непрославленные святые еще при своей жизни говорили, «Вы приходите ко мне на могилу, например, я вас услышу». Я знаю множество примеров из моей современной жизни, когда люди приходят на могилу к своим близким или на могилу к священникам, которых они знали при жизни, на могилу своих родных, родителей, братьев, сестер. И реально получают ответ на какой-то вопрос, на просимое. А если и не ответ, то получают утешение, получают радость. То есть это общение оказывается возможным, и оно не оказывается прерванным. Вообще любовь – это то, что проходит за грань жизни и смерти. Поэтому усопшим самим ничего от нас не надо, кроме нашей любви, которая выражается в молитве. Ну и, возможно, в какой-то заботе о месте погребения. Но в самой заботе о месте погребения усопшие не нуждаются. Они нуждаются в нашей любви. Так и мы от них, оттуда можем получить только любовь, если они этой любовью обладают.